Добрый вечер, мои телезрители. В эфире программа «На связи с муниципальной властью» и ведущий Андрей Острев. И как всегда мы по средам общаемся с муниципальной властью. И вот к нам зачастил, очень радостно нам зачастил мэр. Добрый вечер, Оксана Федорович. И сегодня мы поговорим о том, как прошло у нас в Николаеве 9 мая, что было иного, что нового, как прошло. Ну, собственно говоря, мнение мэра, как вы считаете? Я приветствую телезрителей. В этом году 9 мая прошло достаточно спокойно, несмотря на некоторые мелкие инциденты. В общем, по сравнению с другими городами, в которых были массовые столкновения, у нас в Николаеве все прошло достаточно тихо. В начале самом там произошла небольшая потасовка, которая очень быстро закончилась. Хорошо отработали сотрудники, которые занимались охраной правопорядка. Они противодействовали как раз разжиганию вот этой конфликтной ситуации. Я думаю, что в ближайшее время правоохранительные органы дадут оценку тем видеоматериалам, которые были отсняты, и тем организациям общественным, которые затеяли противоправные действия или агрессивные действия. На сегодняшний день могу сказать, что праздники прошли относительно спокойно. Конечно, хотелось бы, чтобы Николаев... Есть такая карта, на нее нанесены все зоны, в которых прошли какие-то, скажем, проблемные ситуации. Где-то там личный конфликт, где-то там появление какой-то символики и так далее. То есть Николаев попал в эту красную зону, потому что мы своим одним этим маленьким инцидентом все-таки смогли привлечь к себе внимание. Это сейчас речь о каком инциденте идет речь? Потому что насколько я новость отслеживал, два таких ярких инцидента, которые, собственно говоря... Инцидент в самом начале, перед возложением цветов, который произошел, когда прошла колонна афганцев, в которой присутствовали люди, которые повесили на себя непонятные ордена, которые... Ну, во всяком случае, мне непонятные, потому что я не разбираюсь в нумизматике или в орденах. И насколько я понял, что эти ордена чем-то напоминали те кресты, которые получают в ДНР. То есть это была либо провокация, либо это были просто похожие, ну, скажем так, какие-то кресты, которые имеют собой основу на ордене в виде георгиевской ленточки. Ну, должен сказать, что полицейские, которые сопровождали колонну, предупредили носителей этих лент о том, что попросили их не провоцировать, да, то есть попросили их снять, на что, ну, скажем так, носители грубо отреагировали и отказались это делать. Потом, впоследствии, все произошла стычка между атошниками, людьми, для которых это, знаете, как некий... Краснотряпка. Да, краснотряпка, вызов, потому что эти люди сейчас сегодня находятся на востоке нашей страны, защищают целостность нашего государства. И то, что происходит сегодня там, ну, по-другому, как военной, войной нельзя назвать, потому что есть военные действия, есть военнопленные, есть беженцы. Самое главное, есть жертвы. Есть жертвы, есть жертвы среди наших ребят, среди военных, среди наших братьев, отцов, людей, которые в том числе и служили в Афганистане, которые пошли и сейчас защищают нашу страну на востоке. Поэтому, откровенно говоря, это была провокационная, по моему мнению, вот такая штука. Кроме того, ну, при этом я еще раз хочу сказать, что максимально сработали, полиция сработала, она сдержала конфликт, развела людей, которые пытались конфликтовать. Да, это на видео хорошо видно. Ну, в любом случае, это то, что произошло, есть жертвы, то есть, ну, как бы, есть пострадавшие, есть пострадавшие, которые попали в больницу. И я считаю, что это еще раз показывает, опять же, вот каждый такой мелкий случай, это сигнал. Это сигнал для внешнего мира о том, что в Николаеве не все спокойно. Да, и как бы на сегодняшний день николаяцы, одна из проблем, которые есть в городе, это то, что николаяцы себя не ощущают в безопасности. И вот такие вот мелкие, вот, как кто-то свой эгоизм выпячивает, вот я вот буду идти. Ну, потерпи ты, придешь домой, оденешь там, или вот тебе нужно идти разжигать эту ситуацию. Поэтому я не могу сказать... То есть, вы хотите сказать, что надо быть более толерантным к взгляду других людей? Именно, нужно быть. На сегодняшний день наша страна находится в состоянии военных действий, то есть войны. Как мы это называем? АТО, там, антитеррористическая... Самое главное информационная война, что гораздо хуже. Именно. На самом деле, вот то, что произошло, самое худшее из этого, то, что была создана картинка, которая говорит о том, что в Николаеве, то есть из вот этого маленького инцидента, все, кто можно, уже высосал там и российские пропагандистские каналы, высосали, что вот там, то есть из одной драки сделали там целую кучу. Но я бы хотел сказать о том, что в общем, что меня порадовало, это то, что есть связь поколений. Это о том, что вот я был на возложении со своей дочерью. Я считаю, что это очень важно. Я видел и очень много, большое количество детей. Взрослые ведут детей. Взрослые говорят о том, что вот этот праздник, 9 мая, это праздник победы над фашистской Германией, над фашизмом. И это праздник со слезами на глазах, потому что мы чтим тех, кто живой, потому что я организовывал традиционно встречу с ветеранами, которые представляют ветеранские организации, участники боевых действий, которые в районах традиционно встречу мэра с ветеранами, на заднем дворе мэрии мы общались. И было приятно их видеть. С каждым годом их становится все меньше и меньше. На сегодняшний день в Николаеве 323 участников боевых действий, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. И надо сказать, что эти люди, которые, ну скажем так, на сегодняшний день не старые, больные, но они держатся бодрячком и могут показать молодому человеку о том, как нужно не терять самообладание в самых сложных ситуациях. На сегодняшний день городская власть пытается максимально этим людям помогать, способствовать. Сегодня мы им выделяем мелочь, потому что это есть государственный бюджет, есть место. Из местного бюджета мы ежемесячно, то есть каждые полгода выделяем 2000 гривен им на поддержку. И планируем по перераспределению бюджета где-то с августа месяца выделять им уже 1000 гривен ежемесячно. Ну, к пенсии и ко всем вот этим надбавкам. Для того, чтобы они могли, ну, хоть как-то себе позволить, как-то жить себе, не выживать все-таки. На эту 1000 гривен хоть что-то, какие-то продукты питания, лекарства там докупить себе. Если вы не против, мы приглянемся на звоночек нашего зрителя и потом продолжим нашу тему. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. У меня вопрос к нашему мэру. Скажите, пожалуйста, кто должен отслеживать в связи с законом ОТ коммунизации, кто должен отслеживать, что кто-то сделал не тот орден, не ту атрибутику. Не кажется ли вам, что вы слишком много власти дали АТОшникам? То ли это АЗОВ, то ли это другое спецподразделение военное. Не кажется ли вам, что в городе нет власти, а полная анархия? Спасибо. Если вы не против, я присоединюсь к вашему вопросу, добавлю вот таким образом. Действительно, в последнее время формирование ультрарадикальных сил, я подчеркиваю, именно ультрарадикальных сил, оно носит некий хаотический характер. Как с позиции мэра, как это все происходит и то, о чем спрашивала наша зрительница? Во-первых, я хотел бы сказать, кто занимается контролем? Прозвучал первый вопрос. Давайте так разделим. Значит, всеми вопросами, которые касаются контроля и исполнения закона, у нас есть силовые структуры. Это органы полиции, национальной полиции, патрульной полиции, органы прокуратуры и службы безопасности Украины. Эти три, ну скажем так, направления, которые, три структуры, ведомства, которые занимаются контролем и исполнением закона, в том числе и закона о декоммунизации и так далее. Вопрос, который касается орденов, я опять же хочу сказать о том, что полицейские, и это свидетельствовано моим заместителем Юрием Борисовичем Степанцовым, который был на месте тогда, полицейские несколько раз повторили и попросили не провоцировать ситуацию. В жесткой форме их, будем так говорить, им отказали. Да, причем я считаю, что еще одна из проблем, действительно, вы говорите о том, что радикалы, нерадикалы, я считаю, любое неповиновение полиции и, ну скажем так, силовым структурам является уже неправильным поведением, с какой угодно стороны. Причем, хочу сказать, что моя мать проработала в органах МВД около 35 лет, и у нее есть медаль за безупречную службу. Могу сказать, что она всегда говорила, что раньше отношение к полиции, к милиции было очень уважительно, то есть можно было получить реально уголовный срок за то, что сбил фуражку у полицейского, у милиционера. Поэтому на сегодняшний день вот это неуважение к полиции и вообще к органам, силовым структурам, оно порождает еще большую, ну скажем так, безнаказанность. Я считаю, что полиции нужно действовать более агрессивно, но вследствие последних событий, которые мы знаем, им тоже очень сложно, они находятся, знаете, как между двух огней. То есть, с одной стороны, если будут действовать сильно жестко, скажут, что вот они ничем не отличаются от той милиции, которая там избивала, уничтожала. С другой стороны, им, если они будут себя вести слишком мирно и слишком толерантно и предупреждение, больше, чем наказание, будут говорить, что они там сопляки какие-то и вообще их никто не слушает. То есть, им очень сложно в этой, во времена перемен. Мы живем действительно во времена перемен и я действительно вижу и в Ингульском районе у нас была встреча с ветеранами, как тяжело им ориентироваться в этой всей ситуации сегодня. То есть, они как бы жили там десятилетиями в одном строю, скажем, если сегодня нужно все это передумать. Но я хочу еще раз сказать о том, что нужно все эти изменения учитывать с оглядкой на то, что сегодня происходит на Востоке. И это не война где-то там. Это события, в которых гибнут наши с вами родственники, наши с вами братья, родители, сыновья, соседи. То есть, это можно говорить о том, что это где-то там или сегодня можно вспоминать о том, что это место, где погиб ваш сосед. Я хочу сказать, что я стараюсь максимально, когда я в городе, посещать все похороны всех ребят, которые... Это в основном молодые ребята, которые оставляют свои семьи без кормильца, которые гибнут там на войне, исполняя свой долг, отдавая свой долг родине. Давайте я примем следующий звоночек. Добрый вечер в эфире, слушаем вас. Добрый вечер. Александр Федорович, скажите, пожалуйста, а что завтра у вас в Доме культуры строителей в 19 часов? Встреча с вами? Да. Спасибо большое за звонок. Мы хотели обязательно об этом поговорить. Давайте тогда сразу об этом и остановимся. Есть такой проект, который называется «Сенкевич поручь». Правильно? Да. Вот, Александр Федорович, расскажите, что это за проект, что это будет, какой это формат и так далее. Потому что мы хотели осветить этот вопрос. Видите, нас зритель опередил. Очень приятно, что данный вопрос нашел отзыв в обществе. Я хотел бы, ну, как бы, смотрите, у меня есть небольшая такая проблема, это коммуникация с горожанами. Я говорил о том, что за прошедший год, меня когда спросили на отчете перед средством массовой информации, меня спросили, какой наибольший провал. Я считаю, что как раз это отсутствие коммуникации и обратной связи от горожан по поводу того, что как мы делаем, что мы правильно делаем. То есть, есть некоторые вещи, которые мы делаем, но они незаметны. И в рамках своего годового отчета о проделанной работе и о своих планах я бы хотел встретиться с горожанами и сделать это впервые в Николаеве, когда городской голова встречается не за три месяца до выборов или за месяц до выборов, а на протяжении всей каденции. То есть, мы вот планируем делать это ежегодно, вот в рамках отчета, когда уже на улице, ну, в феврале месяце очень трудно делать отчет, потому что людей нужно собирать, во дворах не собираешь. И мы хотим выбрать, чтобы люди могли зарегистрироваться, пригласить меня во двор, собрать людей, которые находятся рядом и пообщаться с жителями города, поделиться с ними планами, рассказать, что было сделано, какие планы у них в районе, в микрорайоне будет. Ну и в общем поделиться, получить от них обратную связь, рассказать им, что планируется и как все происходит. На сегодняшний день, к сожалению, я не обладаю какими-то своими ресурсами информационными, но также могу сказать, что против меня, ну скажем, против моих действий ведется серьезная информационная, скажем, война. Дело в том, что придя, ну скажем, к управлению городом, я, конечно же, там чьи-то интересы пересек, кому-то там что-то помешал. И эти люди, конечно же, продолжают вести свою информационную войну со мной, в частности, в последний вот праздник на 9 мая, там была провокация по поводу того, что пришел какой-то человек, это запечатлели камеры, пришел человек, улегся возле горосполкома, его там все сфотографировали, стиражировали, что вот там пьянка, гулянка, там все напились, все валяются перед мэрией. Ну это, к счастью, у нас была камера, которая запечатлила весь этот процесс и вот этот фейк, он раскрылся. Поэтому я хочу встретиться с горожанами, пообщаться, услышать от них, может, какие-то идеи, пропозиции, поделиться с ними, почему те или иные процессы у нас не происходят, например, почему там улица Фолейская не ремонтируется, да. Ну и прочие-прочие нюансы, которые вот в личном контакте я хотел бы обсудить. Хочу еще раз сказать, что это будет происходить в нерабочее время, после 7 часов, то есть я как с работой освобождаюсь и иду общаться с людьми. Все это будет проходить в рамках порядка двух недель, и я буду посещать разные места в городе и общаться с горожанами. Где можно посмотреть анонсы, где? На сайте поруч, инфо, кажется, там, в любом случае все анонсы будут сделаны, расклеены объявления во дворах, в местах, где это можно. Да, фотографии уже этих объявлений пестрят в фейсбуке, так что, ну, надеюсь, ответ был получен. У нас есть следующий звоночек. Да, в ДК «Строители» завтра будет встреча. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Алло. Да, да, да. Добрый вечер, меня зовут Леонид, я житель города Николаева. У меня вопросик такого плана, вот касаемо декоммунизации в городе Николаеве. На следственном управлении на прокуратуре по улице Светлова бывшей. Мемориальная доска так и висит. Возле кинотеатра «Юность» бывшего на памятнике сверху барельеф Ленина висит. Либо никто не смотрит на небо, либо так оно и надо. Спасибо за звоночек. Спасибо большое. Да, это, кстати, периодически выплывают такие казусы. Кто за это отвечает и как это должно быть? Да, есть у нас в управлении культуры, есть специальный отдел, который занимается этими вопросами. Действительно, ну смотрите, как вам сказать, есть у нас действительно приоритетность, скажем так, приоритетность изменения, да, и на некоторые вещи, которые находятся, там нужно подъехать, там вышкой, там или еще чем-то, нужно это все эти, во исполнении этого закона нужно провести некоторые работы. Но я вам скажу, что действительно, если есть подобная информация и вы обратили на это внимание, нужно заходить на сайт Николаевского горосполкома МК Рада Гов Юэй и там есть электронное обращение, которое вы можете указать, что вот так и так. Ну уже вам указали, вот зашли к нам на студию в прямой эфир и указали. Я надеюсь, что вот эти два места будут очищены. Я думаю, что мы сейчас зафиксируем этот вопрос и дадим оценку. Что ж, давайте вернемся еще раз вот к общению, вот Сенкевич Поруч. Некоторые, ну скажем так, достаточно нейтрально относящиеся к вам люди, говорят о том, что это такой, ну некий способ заигрывания с горожанами. Как бы вы это прокомментировали? Ну, я не вижу в этом какого-либо заигрывания, я вижу в этом способ общения. Дело в том, что у нас вот такой патерналистский подход к городскому голове, да, это какой-то небожитель, который, ну это на постсоветском пространстве просто, это какой-то партийный большой начальник, до которого невозможно достучаться, не дописаться, на котором есть какие-то проблемы. Я могу сказать о том, что появление мое во дворе, ну, надо сказать откровенно, и общение с горожанами не является залогом того, что мы решим все вопросы, которые накопились в этом дворе. Да, когда во дворе нету за последние 30-40 лет не восстанавливалось дорожное покрытие, то могу сказать, что у нас как бы есть какой-то план, и мы постепенно там, я думаю, лет за 10, ну, приведем город в порядок с этими покрытиями. То есть нету, вся проблема в деньгах. Их нужно, как бы, знаете, как тонким слоем разделить каждой дочке по сережке, да, то есть как бы у нас есть проблема и с медициной, у нас есть проблема и с образованием, у нас есть проблема и с дорогами, и с сетями. С сетями это ужасная просто проблема, потому что у нас сети, ну, изношены на 90%, и будут провалы, и будет постоянно происходить вот то, что сейчас происходит в городе, та же улица Московская. Почему мы ее не чиним, да, потому что ужасная проезжаемость, почему вы ее не чините? Потому что потратить деньги бюджетные и сделать, там, например, капитальный ремонт, это напрасно выброшенные деньги, потому что завтра эту улицу ТЭЦ, наша Николаевская, ТЭЦ будет копать, и снова там будут ямы, и снова там будут разрытия. Я обратился официальным письмом в ТЭЦ для того, чтобы они заменили по этой улице. Я прошу, вот единственное место, замените, пожалуйста, сети. Обращаюсь к ним. Недавно я обратился также, ну, то есть я ушел далеко от вопроса. То есть очень много есть запросов, которые находятся либо не в компетенции городской власти, либо мы не можем финансировать. Тоже у нас ПГС, тот же, те же два моста, Одесское шоссе, Веселиновское шоссе, это объекты государственного значения, которые, дороги государственного значения, которые мы также не можем чинить. То есть вот, если мы по Пушкинской поворачиваем на Никольскую, проезжаем возле нашего университета имени Сухомлинского, там тоже дорога в ужасном состоянии, но мы даже не можем ее срезать, понимаете, потому что это объект государственного принадлежности, ну, на службе автомобильных дорог находится на балансе. Поэтому эти все вещи я хочу прокоммуницировать, объяснить, отдать в общество, чтобы общество между собой делилось. Почему он не чинит эти мосты? Чтобы было понятно, так мосты городу не принадлежат, они находятся в собственности государства, покрытия. А как бы что он сделал для того, чтобы это сделать? Вот обратились туда, в службу автомобильных дорог, вовте я обратился, чтобы они хотя бы убрали там мусор и так далее. Я обратился к губернатору, губернатор со своей стороны через Киев тоже там обратился. И сейчас уже началась уборка вот этих дорог, и сейчас уже начался ремонт, отыгран тендер, и в ближайшее время там будут чинить. Дальше, почему дороги до сих пор не чинили? Объясняем там, будем разговаривать с людьми, что есть температурные режимы, что есть погодные условия, что есть гарантия, что на текущий ремонт один год, а на капитальный ремонт пять лет. То есть эту всю информацию нужно отдать в общество. И такие средства коммуникации, как личные встречи, когда есть неподготовленные вопросы, то есть есть горожане, которые пишут, задают конкретный вопрос, когда у меня там будет что-то. Или вот вчера я был на встрече по поводу где там, когда вы нам вот здесь сделаете там дорогу. Я сказал, в этом году мы точно не сделаем, сделайте в этом году. Я говорю, вы хотите, чтобы я вам пообещал, либо сказал правду, подскажите правду. Говорю, в этом году она не запланирована эта дорога, будем делать ее в следующем году. То есть это не заигрывание, это работа, это работа с людьми. Потому что горожане это не просто электорат, которым нужно прийти, дать пачку гречки, мыла перед выборами и исчезнуть еще на пять лет. Это люди, с которыми нужно коммуницировать, рассказывать им про то, что есть, про то, как будет, спрашивать у них довольны ли они тем, что происходит. Тем более впереди еще, с сегодняшнего дня, там три с половиной года, каденции меня как городского головы. Можно ли назвать это заигрыванием? Или это работа с горожанами, которая должна происходить на ежегодном, ну скажем, уровне? Я бы процитировал своего коллегу Игоря Поха, который говорил, что горожанин пока не пощупает, он не поверит. Ну давайте примем последний звоночек, и на этом у нас время уже передачи, в принципе, подошло к концу. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Ну, добрый вечер. Александр, я извиняюсь, а почему вы съезжаете, вот, вам женщина немножко вот звонила, да, и говорила вам по поводу, что за беспредел делается в Николаеве, и вы сразу отъехали на армейку. А почему так делаете, ну, как бы... Хорошо, давайте попробуем, давайте попробуем еще раз этот вопрос перефразировать. Ну, видимо, нашего зрителя волнует вопрос, почему на вопрос, почему много власти было дано АТО, вот почему это было дано, вот я не знаю. Я не понимаю, что значит много власти было дано АТО. Я могу сказать то, что на сегодняшний день в органах местного самоуправления, а мне как главе органа местного самоуправления исполнительной власти не делегировано никаких полномочий, которые связаны с управлением, либо курированием работы силовых структур. То есть мы можем писать обращение, ну, то есть, например, пришел кто-то, установил какую-то... Ну, вот пример в Днепропетровске яркий, яркий такого обращения был, что снят на глава полиции... Ну, я думаю, что глава полиции был из-за того, что из-за тех событий, которые там произошли, из-за того, как работала там полиция, ну, я думаю, что руководителя сняли именно из-за этого, а не из-за того, что там мэр обратился. То есть есть объективно то, что происходит. То есть мы тоже можем обращаться к полиции и в Россию этих придите, пожалуйста, у нас на снос незаконного временного сооружения полиция может постоять там и уйти, как было раньше, да, и как я могу повлиять на них, да, но никак. И на самом деле это называется как раз распределение сил, рычагов, да, то есть вот когда в руках одного человека не скапливается достаточного количества власти. Еще раз говорю, городской голова, органы местного самоуправления, городской совет вместе со всеми 54-мя депутатами могут пригласить силовые структуры, заслушать их, там, рекомендовать им, там, не знаю, обратиться к ним, но никак не указывать им, контролировать... Не приказывать. Да, то есть не приказывать. Мы не имеем на этого полномочий для этого. И все максимумы, что мы можем помогать, это когда к нам обращаются там органы МВД, да, мы можем с ними сделать программу, то есть помочь им дофинансировать, например, там, купить камеры на их автомобиле, которые не предусмотрены их внутренним финансированием полицейским. То есть мы можем сделать в программе с помощью или, допустим, в программе помощи патрулирования мы можем выделить из коммунальной собственности помещения, в которых могут участковые находиться по одной гривне в год. То есть вот этими вопросами мы можем заниматься, но никак не указанием, то есть если мы даже скажем, вы должны стоять здесь, здесь и здесь, они все равно вас не будут слушать, потому что у них есть свое руководство. Что же на этом... Гуденат он формирует как-то эту политику и он старается, ну, должен вам сказать, по сравнению с тем, что могло произойти, я считаю, что мы обошлись очень малой крови. Что же, на этом мы поставим точку, малая кровь лучше вообще, конечно, чтобы ее не было. Спасибо Александру Федоровичу за то, что пришли, спасибо нашим зрителям за то, что были с нами, за то, что звоните нам и участвуете, это очень, очень в самом деле важно. Мы этот проект затевали для того, чтобы можно было без фильтров поговорить с нашим городским управлением, с нашей муниципальной властью. Но на этом мы с вами прощаемся, до свидания, телеканал Николаев, не переключайтесь, до следующей среды. Редактор субтитров А.Семкин